Начинающие пользователи Git часто спрашивают, зачем нужен индекс, двуступенчатая система коммитов, почему нельзя просто «сделал что-то, сохранил, сделал, сохранил» без всякого промежуточного добавления в индекс. Теперь, когда мы знаем, что такое хороший коммит, ответить на этот вопрос очень легко. В процессе разработки достаточно типичная ситуация, когда в рабочей директоре есть много изменений, которые связаны с разными задачами. Например, начали работать над авторизацией, но не закончили, потому что понадобилось что-то улучшить в системе оплаты, внесли изменения туда. Соответственно, если мы сейчас возьмем и сохраним все это в репозитории одним коммитом, то нарушим принцип отомарности. В одном коммите будут совершенно не связанные между собой наборы изменений, один по авторизации, а другой по оплате. Такой коммит будет сложно понять, и если понадобится, скажем, отменить изменения, которые касаются авторизации, но оставить те, что по оплате, то это будет сложнее сделать, чем если бы они находились в разных коммитах. Да и вообще, вполне возможно, что какие-то изменения у меня еще не готовы, а какие-то уже доделаны, и я хочу закоммитить только их. Как раз для решения этой проблемы в git существует двухступенчатая система сохранения изменений, и в частности индекс. Мы можем выбрать изменения, которые хотим сохранить прямо сейчас, например, изменения по авторизации. Добавить их при помощи git add в индекс, и сохранить в репозитории, используя git commit, при этом подписав, сделали то-то и то-то. Ну а остальные изменения, которые пока не готовы, или связаны с какой-то другой задачей, останутся ждать в своей очереди. Мы сможем закоммитить их потом, когда это будет удобно. Бывает и такое, что в рамках одного файла, например, возьмем индекс.html, есть изменения, которые мы хотим закоммитить прямо сейчас, например, вот эти. И есть какие-то еще неоконченные изменения, которые мы пока коммитить не хотим. Что ж, git add умеет и такое. Если указать флаг минус пи при добавлении индекса html, то git для каждого измененного фрагмента файля предложит нам решить, добавлять его в индекс, то есть планируем мы его сейчас сохранить в репозитории, или нет. Вот мы видим первые изменения, и под ним разные буквы. Это варианты, что с ним делать. Нажму вопросительный знак для более подробной информации. Как видите, вариантов много. Самое главное это первый, y, добавлять в индекс, и второй, n, не добавлять. Остальные мы сейчас рассматривать не будем, когда понадобится, вы прочитаете их описание и легко разберетесь. В нашем случае выбираю y, первые изменения добавляю в индекс, а второе нет. Готово. Теперь у нас в индексе находится версия файла, в которой есть только первые изменения. Именно она будет сохранена при коммите. А файл в рабочей директории отличается тем, что в нем есть дополнительные непроиндексированные изменения, но они пока никуда сохранены не будут. Так что, как видим, даже на уровне одного файла гид позволяет выбирать, что мы сейчас коммитим, а что нет. Все для того, чтобы коммиты были точными и понятными, и каждый делал какую-то одну вещь. Иногда начинающим разработчикам такая двухступенчатая система не нравится. Они возмущаются. Но почему две команды, сначала add, потом commit, нельзя ли обойтись одной? В простых случаях вполне можно. И в следующем выпуске мы посмотрим, как это делается.